Ну вот еще один анализ уже от Губарева, который также признается, и что потери высокие, и почему об этом нельзя говорить. Но это видео давайте посмотрим. По старым канонам она несет потери в три раза больше. А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. То есть, как вы видите, прекрасно они осознают, что дадут по шапке. Но поскольку Губарев бывший соратник Стрелкова, который отвернулся от Стрелкова, буквально воткнул нож в спину, когда Стрелкова посадили, понятно, почему он дополнительно боится про все это говорить и честно в этом признается. Но потери действительно гигантские, что понятно и Губареву, и на самом деле всем остальным. Паблик Грейзон также присоединяется ко всеобщему обсуждению и конкретно того видео в Бердычах, и к обсуждению всех остальных видео, которые появляются в большом количестве с линии фронта в последние, ну вот, недели две-три, я бы сказал. Тут уже и не надо иметь симпядий во лбу, пишет Грейзон, чтобы, как выразился Филатов, положительно поумнеть. Как говорится, глупых миллиардеров не бывает. Так вот, Лампасов тоже. Если он стал генералом или хотя бы, быть может, полковником, но при этом является не офицером, а Лампасом, то он точно не тупой, потому что хитрый раз, мол, смог этого добиться, а стало быть, не тупой. Да, без части совести, но нет, не тупой. В принципе, в современной армейской системе быть не тупым несложно, достаточно просто говорить то, что от тебя хочет вышестоящее руководство. И абсолютно плевать на то, насколько реальность расходится с действительностью. Можно было 8 лет докладывать о том, что нас встретят с цветами и приспущенными штанами в полусогнутом положении, а потом докатиться до того, что вот происходит сейчас. Можно докладывать, что крынки наши, а в реальности в нисколько не изменившейся ситуации продолжать там вести бои и нести потери. Смеяться над контрнаступлением противника на запорожском направлении, а потом потерять в разы больше на Авдеевском и за Авдеевском фронте. Каждый день докладывать, что зашли в Работина, а в реальности задаваться вопросом, а куда же делся целый полк. Единственная проблема – это ложь. Ложь самому себе. И как только начать перестать врать, то, может, начнет что-то меняться. Это и есть положительно поумнеть. Если еще год назад, в тяжелый период для нашей армии, можно было увидеть долю освещения проблем, то сейчас, где не прочти, там ситуация с повсеместной фронтовой радугой, конфетами и чудными единорогами. Да, вопреки этому русские солдаты наступают и занимают территорию противника, но это все цена, которую ничем не измерить. И за красивой картинкой с красочным докладом стоит превозможение этими самыми русскими солдатами всех последствий лжи для этой самой картинки и доклада. Ну, как видите, Грайзон уже более прямо говорит, но, собственно, подтверждает и то, что говорит росгвардеец, но, тем не менее, он лучше строит логические связи, понимая, что дело не в конкретном каком-то генерале, а в самой системе. Единственное, что я бы сказал Грайзону, что если перестать врать, то вдруг внезапно окажется, что и вся эта война – абсолютное говно, которое не нужно в том числе и России, и российским гражданам. Но, так сказать, власти на это, очевидно, не готовы. Южный фронт пишет про еще один феномен. «Видел видос на Петушином канале, где на танке едет около 25 наших бойцов, на одном танке, облепив его со всех сторон. Танк подбивают, то ли на мине подорвался, и все начинают с него спрыгивать и бежать по полю. Как же им повезло, что арта их не ***. Это чудо какое-то. Вопрос – это что за тактика такая? Крайне безумная, на мой взгляд», пишет он. Да, этот видос надел много шума. Надо сказать, что смешно, что этот видос не один существует, а на самом деле их много. Вот, и я вам часть из них уже показывал. Грайзон добавляет. Тут можно сказать, что дело не столько в тактике лампасов, сколько просто в отсутствии во многих подразделениях достаточного количества техники. Что, собственно, не исключает ее отсутствие, как следствие тактики лампасов. Да, верно подмечено, что тактика именно как в крынках, так сейчас и на Авдеевском. Что касается снабжения, то знаю бригаду специального назначения, где, например, в роте 4 группы по 12-15 человек, только у вас буханка и пикап. Конечно же, купленные за свои спонсорские народные деньги. Остальное уничтожил противник и прочая шайтанная сила. На штатной технике, например, передвигаться нельзя, потому что спалят как визуально, так потом и физически. Восполнение потерянной, упоминаемой мною, подразделений не идет. Зато туловых подразделений и военная полиция вплоть до границы на УАЗ-патриот. Да будь моя воля, они бы на одноколесном велосипеде без седла ездили. Пишет Грейзон, но из этого текста мы также отмечаем с вами, что военные перемещаются на гражданских машинах, купленных за свои деньги на буханках и на пикапах. Видите, он говорит про то, что если перемещаться на штатной технике, то визуально спалят. Поэтому очевидно, что они маскируются, используя технику, которая не похожа визуально на технику российской армии. Запомните этот момент, потому что, я уверен, еще не раз нам будут рассказывать, что вот смотрите, как же так, прилетело в буханку, а там были мирные люди, только почему-то вот на вот этой оторванной руке часть военной формы и шеврон. ЗЭД-комитет пишет про интересную тоже историю. Вы, возможно, видели, это бурно обсуждали, ну а как, опять же, обсуждали бурно те, кто следят за войной пристально, или, как говорит Руслан Левиц, пристально, значит, пристально те, кто следит за войной, замечали обсуждение вот этого танка-черепахи. Это значит, короче, взяли танк и просто заварили его сверху наглухо, создав такой прям таран. Торчит только дуло. Ну же, не очень понятно. Многие восхищаются тем, что типа FPV по нему не может попасть, и это правда, ну как бы может, но толку никакого. Это правда. Но зачем он? Вот что непонятно. То есть этот танк не может там быстро двигаться, из-за дополнительных навесов не может крутить башни, я не думаю, что может нормально наводиться. То есть, да, наверное, это консервная банка, ее сложно вскрыть, но зачем она нужна? Вопрос открытый. Ровно это произошло в его наступлении, он наступал там с другими, и в итоге другие размотали, но он смог уехать. Ну хорошо, он приехал и уехал. Смысл какой в этом? Я не до конца понимаю, но опять же, я невоенный аналитик. Но ZNU не по этому поводу, а по поводу того, что с ним произошло дальше. В общем, очень погордились российские военные тем, что смотрите, какой у нас классный танк-черепаха, смотрите, как он все выдержал. Может, это и гениальная технология, кстати. Я не утверждаю, что это полностью бесполезно, просто я пока применения не вижу. Может, окажется, что это новое веяние типа мангалов. Вот, смотрите, он вернулся, как классно. И потом какая-то то ли волонтерка, то ли еще хер пойми кто, выложила видео из ангара, где он стоял. Ну и, как вы понимаете, дальнейшая судьба его была очень простая. Его уничтожили. Есть видеозапись, где развалины ангары, в котором он стоял, и как бы такой остов его. Опять же, обсуждали мы это с Русланом, он говорит, что он не уверен, что это именно этот танк, но я не понимаю, что это может быть еще. То есть, мы видим какой-то остов, мы видим наваренные листы. Как бы, что, это еще одно было какое-то бронетранспортное средство, которое заварено было наглухо? *** его знает. Поэтому я с высокой долей вероятности могу предположить, что это тот самый танк. Ну, в общем, предполагают это и некоторые Z-каналы. Например, один из них, Z-комитет, пишет следующее. Рука-лицо. Такой хэштег он ставит. То есть, знаменитый фейспалм. Два года войны, но благодаря ***, которые в погоне за красивыми фоточками выкладывают фото и видео местоположения техники, вражеские ресурсы осинта потом уничтожают эту самую технику. Это если надеяться, что без жертв. Когда уже эти *** перестанут пускать к фронту, задается вопросом этот канал. Но добавляет и Грейзон. В целом, немного данной болезнью могут болеть и военные. Несмотря на то, что большинство солдат все-таки имеют представление о хоть каком-то самоцензурировании фото и видеоматериалов, которые публикуются в интернете, все равно даже у них есть непонимание того, что, как проводится осинт и оперативная агентурная работа, на которую противник сосредоточил очень большой ресурс своих разведывательных ведомств. Если вы, будучи солдатом, думаете, что делая красивую фотографию, которую хотите выложить в интернет, будет достаточно замылить, заблюрить ваши лица и фон, где могут быть дома или отличительные сооружения вроде водонапорных башен, то нет, этого недостаточно. По своему опыту скажу, что на начальном этапе войны находил пункт временной дислокации противника на одном из направлений, увидев фотографию с его бойцом в одном из украинских каналов. Местоположение было найдено только лишь по наклонной рекламе вывоза строительного мусора с номером телефона. Обычный рекламный листок на жидком клее, который занимал 2% от площади фотографии, помог сузить поиск противника до квадрата 1 на 1 километр. Не каждый солдат на это обратит внимание при постинге фото в интернет. Многие также ошибочно думают, что раз они сделали фото в доме, квартире, ангаре или еще где-либо, то можно забить на любое цензурирование, кроме своего лица. В лучшем случае замажет виднеющийся пейзаж из-за окна или в проталинах ангара, попутно абсолютно не думая, что если вы не узнаете это место на фото, то это не значит, что его не узнает противник, который жил тут годами. Ангар, в котором расположена техника, видела сотни человек в деревне. Десяток из нее в нем работал, еще десяток заходил или заезжал. Оппонент, им симпатизирующий, на основе фотографии, на фотографичной памяти, узнают его по перекрытиям и отделке помещения, вплоть до кладки кирпича у стены, облокотившись на которую, они много лет прерывались наперекур. Если вы делаете фото в частном доме, даже если этот житель пророссийский, даже если он уехал в сторону России, хоть сколько-то подсказывает ремонт дома, узор обоев, линолеума, если вы так хотите поделиться фотографией, то ставьте себя на место врага и смотрите на фото через призму его мышления. То, что сейчас каждый солдат имеет телефон, это новая обыденность, от этого никуда не деться. Если вы подозреваете, что в вашем подразделении есть *** в плане информационной гигиены, то проведите с ними беседу. И даже если таковых нет, профилактика тоже не помешает. И честно говоря, это довольно хороший пост. Довольно хороший пост не только для российских военных, но и для украинских. Как раз был скандал, о котором я рассказывал на прошлой неделе. Ну, не совсем скандал, а история, что опять же запостили действительно видео из ангара украинские военные, потом ангар расх*****ли. Ну, то есть это не совсем был ангар, там просто... Короче, слушайте, визуально почти вот по любой отличительности особенностей можно много чего определить. Правда. Будьте аккуратнее, не постите лучшие фотографии. Ну, то есть лучше избежать этого, если вы украинский солдат. Если вы российский солдат, постите все фотографии отсюда. Вы в полной безопасности, абсолютно будьте в этом уверены. Владимир Путин сказал, что всего достаточно, и от всего вас защитит, и что потерь вообще практически нет. Поэтому ничего, ни о чем не думайте, и делайте фотографии, постите их прямо во ВКонтакте. Это надежная соцсеть, которая не даст вас в обиду. Ну, а с вами был Майкл Наки с очередной Z-рубрикой. Вот, на самом деле, у меня накопилось сразу на два выпуска, поэтому я думаю, что следующий будет довольно скоро. В любом случае, поддержите этот вашими лайками, комментариями, подпиской на канал, ну и помогайте украинской армии. Ссылка в описании на Freedom Birds. До скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok